Что касается медицинской стороны вопроса? Если не их диагноз, то, скажем так, их реальное положение, насколько все плохо. Может быть, некоторые не хотят, чтобы близкий человек, оказавшись в такой серьезной болезни, впал еще к тому же в уныние. Может быть, кто-то не может набраться в себе просто сил сказать это. Однажды меня пригласили к молодому человеку, болевшему раком, чтобы исповедовать и причастить его. И вот пригласившие меня люди сказали, знаете, батюшка, врачи говорят, что ему осталось не больше двух дней. Но мы просто не можем ему это сказать. Скажите, пожалуйста, вы ему об этом. И вот, когда я вошел, прошел в комнату, где лежал этот молодой человек, который был очень истощен и болезнью, и попытками лечения, мы начали разговаривать, я принял его исповедь. И я видел, что этот человек, несмотря на очень тяжелое состояние, полон надежд выздороветь, полон планов о том, что он будет делать, когда он выздоровеет. И вот мне пришлось говорить ему о том, что на самом деле он не только не выздоровеет, но счет уже идет на дни. Но этому молодому человеку, по крайней мере, сказали. И по крайней мере, к нему пригласили священника, чтобы он мог исповедоваться, причаститься, подготовиться к смерти действительно по-христиански. Бывают, к сожалению, случаи, когда от человека скрывают до конца его состояние, и он умирает, так и не исповедовавшись, не причастившись. Если речь идет о человеке, который регулярно исповедовался и причастивался, если он непосредственно перед смертью не причастивался, тут, можно сказать, ничего страшного. Но если речь идет о человеке, который был, скажем так, за порогом церкви или только лишь на ее пороге, но не пересекал его, и в этом состоянии ушел, то это, конечно, самое печальное для верующего родственника, что только может быть с его близким. И иногда спрашиваешь таких людей, ну а почему вы не сказали человеку? Они говорят, а мы надеялись, что Господь исцелит его, а мы же молились об этом. Молиться – это, конечно, хорошо, это правильно. Однако любой человек рано или поздно умирает, любой наш близкий рано или поздно умрет. Мы, конечно, все надеемся, что мы, скажем так, уйдем раньше, чтобы не застать этого момента, но мы все прекрасно понимаем, что люди смертны. Смерть ожидает каждого из нас. И самое главное, как мы ее встретим, какими мы будем в момент смерти, какие будут у нас отношения с Богом в этот момент. Поэтому я могу сказать свое очень твердое убеждение, что нельзя скрывать от родственников их опасную болезнь, либо же их опасное состояние в этой болезни. Если есть угроза смерти, не нужно скрывать этого человека. Человек имеет право это знать. В жизни каждого человека не так уж много крайне серьезных вещей. Но завершение этой жизни, смерть, является вещью, о серьезности которой для самого человека нет никаких сомнений. Если мы говорим о раке, то это ужасная болезнь, которая имеет огромное количество минусов, если можно так сказать. Единственный плюс у этой болезни, если можно так сказать, это то, что человек, который знает, что он, допустим, уже на последней стадии рака, и по медицинским показаниям нет надежды на исцеление, он может, по крайней мере, подготовиться к смерти. Он может исправить своей жизнью все то, что еще не успел исправить, сделать то, что откладывал на потом. Эта болезнь позволяет ему это сделать, потому что человек находится в сознании и нередко, несмотря на боли, все-таки может говорить и даже ходить, двигаться в определенной стадии болезни, в определенном состоянии. Человек может уйти так, как он хочет, может подготовиться к своей смерти. Это касается очень многих вещей. Может примириться с теми, с кем не примирился. Самое главное, если он был далек от Бога, он может прийти к Богу. Я такие примеры знаю, когда человек, который всю жизнь был атеистом, упорным атеистом, и уже там ему за 80 или даже за 90 лет он оказывается в состоянии, в тяжелом состоянии, неизлечимого рака, и близкий его, приезжая к нему, начинает говорить ему о Боге, человек принимает, искренне принимает Бога. Он кается, исправляется, и хотя бы в последние дни своей жизни приносит Богу свое покаяние и исправление. Никто из нас, верующих, воцерковленных людей, не хотел бы, чтобы наши неверующие близкие ушли без покаяния, без примирения с Богом. Если мы скрываем от своих близких то, что смерть близка, мы лишаем их очень главного. Да, человек может быть в сильном стрессе, если он узнает про свой диагноз или про свое состояние, безусловно. Но он имеет право знать, это его жизнь. Это то, что его жизни касается в самую первую очередь. Поэтому первое, что я хочу сказать, что все-таки нужно говорить, нужно быть честным с нашим близким. А его переживания, его стресс, нужно помогать ему пережить вместе. И второе, что я хочу сказать, если мы узнали, что у нашего близкого такой диагноз, если это наш близкий далек от церкви, самое главное, что нужно делать, это говорить с ним о том, чтобы он пришел к Богу, примирился с Богом. Молиться о его выздоровлении, безусловно, нужно. Но это не самое даже главное. Самое главное, чтобы он не ушел без покаяния. И хотя, вот Илья лично говорю, если ко мне приходят люди, у которых родственники их неверующие, я не говорю, что обязательно им что-то объясняйте, спорьте с ним или еще что-то. Я говорю, что пока человек жив, молитесь, ждите, пока, может быть, человек будет готов, открыт для этого. То есть действовать деликатно. Но если речь идет о смертельной болезни, в данном случае дело даже не только в раке, если речь идет о смертельной болезни, по моему убеждению, в этом случае нужно отбросить деликатность. Пусть даже и с деразновением, пусть даже и с навязчивостью, но нужно в этом случае говорить и говорить, и убеждать, и просить. Если наш близкий согласился, да, я готов поговорить со священником, да, я готов поисповедоваться. Не медлить, не откладывать, не откладывать на следующую неделю даже. Постараться вот завтра, а в некоторых случаях, может быть, и сегодня, если есть такая возможность, привести к нему священника. Мне кажется, это очень важно. И не нужно бояться разговоров о смерти, потому что некоторые боятся говорить из-за суеверных причин. Вот будто бы скажешь, и действительно человек умрет. А если ты не скажешь, то он как будто будет жить вечно. Ничего подобного. Я читал статью, в которой человек, который работает в косписи, обращал внимание на то, что, наоборот, люди, страдающие от рака и понимающие, что их ждет, они нередко имеют желание обсудить это, поговорить с кем-то. А родственники, наоборот, если больной начинает с ними говорить о смерти, они, наоборот, стараются перевести разговор на другую тему. Но это совсем не помогает. Получается, человеку не с кем обсудить самое важное, что ему сейчас предстоит. Помню, было, так же меня пригласили поисповедовать человека, тяжело болеющего раком. И вот тот, кто меня пригласил, тот, кто меня вел к этому своему близкому человеку, мне, пока мы шли, сказал, батюшка, он не выздоровеет. Врачи сказали, нет никакой надежды. Но когда мы с этим же человеком пришли к больному, то этот человек ему говорит, о, привет, да ты сегодня лучше выглядишь, да мы там с тобой скоро на рыбалку поедем, давай поднимайся. Я не осуждаю, я просто, я понимаю, что этот человек не знает, как сказать, как найти слова. Конечно, я понимаю чувства этих родственников, я их нисколько не осуждаю. Им тяжело, они не знают, что сказать. Но вот я здесь могу вспомнить известная книга, может быть, самая известная книга отца Даниила Сысоева «Инструкция для бессмертных» или «Что делать, если вы все-таки умерли?» Мне кажется, вполне можно иметь в виду эту книгу. И, в общем-то, ее можно читать не только людям, приближающимся к смерти, и вообще всем христианам ее имеет смысл прочитать, но и особенно она актуальна для тех людей, у которых есть угроза смерти. Если вдруг Господь даст исцеление этому человеку, продлит ему жизнь, такое возможно, такое бывает. У меня у самого такое было. Слава Богу. Но если все-таки наступит момент перехода из этой жизни, как можно не готовиться к этому самому важному моменту? Я в заключении хочу рассказать историю одной женщины. Ее звали Татьяна. Я ее знал лично. Она болела раком и умерла от этой болезни. И вот я не знал, что это случилось. Мне позвонили, и человек незнакомый мне сказал, что Татьяна умерла, тогда-то будет отпевание, пожалуйста, приходите, она вас пригласила. Что значит она меня пригласила? Она подготовила все для своего погребения. Она скопила заранее, заказала, оплатила, точнее оставила распоряжение своим близким и конкретные суммы, и указала, в каком храме хотела бы, чтобы ее отпели, кого пригласить, список имен с телефонами, где поминать, чем поминать, оплатила сами поминки. Разумеется, она как человек верующий также и успела непосредственно перед смертью исповедоваться и причаститься. Но кроме этого, она сделала все. Все завершила, все свои дела, которые хотела завершить. И более того, подготовила даже и само свое погребение, вплоть до того, что сама вышла себе подушку в гроб. И я вам скажу, что я ни у кого из мирян не видел так много людей на отпевании и похоронах, как у нее. Не знаю, как вас, а меня лично это очень впечатлило. То, с каким христианским спокойствием человек подготовился к своей смерти. Я это рассказал не в том смысле, что вот как бы так нужно делать, а просто как пример того, что человек может правильно распорядиться знанием о своей скорой смерти. Может распорядиться этим знанием так, как он сам хочет. И он имеет на это право. И лишать его на это право ни в коем случае нельзя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!